Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. С незаконной вырубкой лесов в Самарской области будут бороться. 2017-й в России объявлен годом экологии. 23 тысячи метров гирлянд и 20 тонн ледяных скульптур. Самара готовится к Новому году. Теплая встреча. Специальный проект в канун Нового года от программы «Право на маму». Травмами и сердечными приступами их не испугать. В больнице Середавина готовится к чемпионату мира по футболу. Это не шутка. Работа маршрутки. Инспекторы ГИБДД сегодня проверяли водителей маршрутных такси. С незаконной вырубкой лесов в Самарской области нужно бороться еще эффективнее. Такие преступления должны раскрываться быстрее. От этого зависит экономическое и экологическое благополучие региона. Об этом говорил губернатор Николай Меркушкин на совещании по обеспечению правопорядка. На встрече обсуждали вопросы, которые затронул президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в начале декабря. Особое внимание также уделили вопросам безопасности во время праздников. Олеся Карецкая продолжит. 2017 в России объявлен годом экологии. Одна из главных задач – повысить эффективность совместной работы полиции, прокуратуры и лесного хозяйства. Экологических преступлений стали раскрывать больше, но процент все равно низкий, отметил глава региона. Только за последние три года ущерб от незаконной вырубки деревьев составил 39 миллионов рублей. Порядка стало больше, да? Есть только за счет того, что мы… Цифрам, которые вы привели. Да, так оно и есть, только благодаря… И дел больше, и взысканий больше, да? В целом, да. В настоящем году расследовано 11 уголовных дел. Сумма причиненного материального ущерба составила 17, чуть больше 17 миллионов рублей. За прошлый год эта сумма была значительно выше. Необходимо также привести в порядок кадастровый учет лесов вокруг Самары и Тольятти, вернуть в собственность региона самовольно захваченные участки. Уже в январе в администрации Самары начнут разрабатывать лесохозяйственный регламент. И в конце 17-го года у нас будет полный пакет документов, это генеральный план, новые правила зимнепользования, застройки и мероприятия по лесу и строительству. Я думаю, что 17-м годом мы абсолютно в порядке сновидим. Важный вопрос перед праздниками безопасность жителей. Губернатор подчеркнул, все структуры должны работать четко и слаженно. Люди на массовых гуляниях и праздниках особенно уязвимы в условиях неспокойной мировой обстановки. Мы отвечаем за безопасность людей и должны тоже сделать все от нас зависящее, чтобы все праздники прошли организованно, чтобы никто не мог туда попасть из тех, кто с другими целями идет. Губернатор распорядился провести проверки в местах, где живут и работают мигранты, и продолжать среди молодежи профилактическую работу против терроризма. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, события. Больше 120 километров гирлянды, около 20 тонн ледяных скульптур. С таким размахом Самары Новый год отмечает впервые. Праздничная иллюминация и ледовый городок на площади Куйбышева. Чем еще будут удивлять самарцев, знает наш корреспондент. На улице минус 23. Синоптики сообщают, морозы аномальные. Электромонтер Самары Горсветер Виктор Явкин и его команда не унывают. Осталось украсить световыми гирляндами еще 200 деревьев и можно отдыхать. Работа осложняет погодные условия, низкие температуры, машины, соответственно, тоже капризничают, не хотят работать, заверзает масло. Ну и самим тоже холодно, но работа не останавливается, ведутся целый день. По поручению главы Самары Олега Фурсова деревья впервые украшают зимние иллюминации. В этом году Самара будет сверкать ярче всего. На сегодняшний день украшено 789 деревьев и работа еще ведется, продолжается. Освещение очень красивое. Каждый вечер Самара загорается яркими огнями. Особенно радует в этом году улица Ленинградская. Там и карета, и большая елка наряжена. Выглядит прекрасно. На главной площади города иллюминацию планируют включить 25 декабря. К тому же сроку питерские скульпторы обещают достроить там традиционный ледяной городок. Главным украшением площадки станет мини-копия стадиона «Самара-Арена», который строил чемпионат в мире по футболу 2018 года. Мы уже два года назад делали объект, и в этом году нас решили опять пригласить. 29 числа полная, окончательная, можно сказать, готовность площади. Это время открытия дома нашего самарского Деда Мороза. Часть работы вы уже видите, да? Забор устанавливается, уже и волшебный лесной лабиринт создается. Каждая ледовая скульптура будет подсвечена с помощью смонтированной иллюминации. Высота отдельных фигур будет достигать двух метров. В этом году темой ледового городка стали символом Самары. Лед для этих скульптур везли с самого Урала. Сергей Ромашов, Максим Гусев. События. В преддверии Нового года программа телеканала «Самарыги» справа на маму готовит особый выпуск. Это социальный проект, направленный на укрепление семейных ценностей. Особенно необходимых тем, кто был лишен семьи с детства. Он оставался в детском доме, а я избегала оттуда. Я много раз такое было, и потом, когда я приезжала обратно, я видела его, и я уже тогда вот, если меня уже, ну, я поняла. Ты не имеешь права его бросать. Сегодняшние сироты – это дети, пострадавшие от собственных родителей или никогда их не видевшие. У них нет представления о позитивной модели семьи, и в будущем им сложно создать свое. В детских домах не могут дать опыт нормальной семейной жизни. Для этого необходимо отношение со значимым взрослым. А ведь такие взрослые у многих из воспитанников есть. Это их братья и сестры, которые уже покинули стены детского дома. Порой не получается как-то у них встречаться и сестры, и братья заняты уже у всех, и свои семьи, и дети. Вот, но такие встречи – это дорогого стоит, обязательно это нужно. Наш новогодний проект мы придумали для того, чтобы воспитанники детского дома не чувствовали себя сиротами. Чтобы они смогли встретиться со своими родными, которые сейчас строят свою жизнь вне стен сиротского учреждения. Чтобы те и другие в рождественской атмосфере начали создавать свой первый семейный альбом. В этом нам помогла шеф-редактор и ведущая программы события Инга Пейнер. Ее увлечение фотографией легло в основу этого проекта. Здорово, что они такие поводы придумываются. Это, мне кажется, лучше, чем приехать в какое-либо такое официальное казенное учреждение, где находятся дети, подарить им клетчик с подарком каким-то сладким, от которых у них потом будет диатез и болеть печень, и уехать, подумав о том, что ты сделал доброе, прекрасное. Может быть, тебе даже дети улыбнулись. А здесь они просто имели возможность как-то день провести несколько иначе. Может быть, этот день запомнится за весь этот месяц, декабрь, как главным днем этого декабря. Специальный выпуск программы «Право на маму» выйдет в эфир 26 декабря в 19.35. После этого герои нашей программы получат в подарок семейные фотографии, память о теплой встрече и свидетельство того, что они не одни в этом мире. Инесса Панченко и Инга Пейнер, Аж Тем Сулайманов, События. Более двух тысяч человек в регионе в этом году отравились алкоголем. Каждый шестой из них умер. По данным специалистов, большинство отравлений приходится на выходные и праздники. И чаще всего это происходит в результате передозировки этилового спирта, который содержится в качественном алкоголе. Метанолом, как правило, травятся только лица, ведущие о социальный образ жизни. Эксперты предупреждают, если новогодние праздники превращаются в череду застолий, необходимо ответственно подойти к выбору алкоголя и, самое главное, знать меру. Есть вероятность того, что даже пациенты, которые не являются алкоголиками, но хорошо отпраздновали, могут оказаться на больничной койке. Не обязательно в отделении токсикологии, они могут оказаться в отделении хирургии с панкреатитами. Вторая категория пациентов – это те, которые действительно пьют спиртосодержащие жидкости неизвестного происхождения. Здесь само по себе и отравление алкоголем возникает, и очень многих еще и возникает химический ожог слизистых. Если уже употреблять алкоголь, то его нужно брать только в местах определенной торговли, там, где это отделы специальные, в супермаркетах, где специализированная сеть таких алкогольных магазинов, чтобы они прошли через систему сканирования. Потому что у нас контрафакт еще может появиться дистанционным способом продажи. Далее коротко о других темах дня. Участникам нападения на начальника полиции от Радного предъявлено обвинение. Напомним, в ночь с 10 на 11 декабря на полицейского Дмитрия Вашуркина и его супругу Екатерину напало пятеро злоумышленников в их доме в селе Смышляевка. Их избили, похитили банковскую карту, деньги и золотые цепочки, после чего нанесли удары топором. Женщина скончала, с ее супруг находятся в больнице. Причиной кровавой расправы мог стать конфликт, произошедший между Вашуркинами и компанией в магазине на сквере Калинина, откуда нападавшие поехали за жертвами в Смышляевку. Спасатели эвакуировали двухлетнего больного ребенка из Рождественного в Самару. У мальчика обострилось инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта. В 11-м часу для эвакуации больного было отправлено судно на воздушной подушке. Полночь спасательные работы были благополучно завершены. Мальчика передали врачам. В Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. В ночь на среду 21 декабря столбики термометров опустились до максимально низкой температуры за несколько десятков лет. Так, в Кенальчеркасах впервые за последние 15 лет минимальная температура воздуха составила минус 34 градуса. Такая же температура была зафиксирована в Самаре. Сегодня в городе несколько потеплело. На смену стужи пришла метель. Областной ГИБДД просит водителей не пользоваться личным автотранспортом. Здоровье спортсменов в надежных руках. Больница Середавина уже сейчас готовится к чемпионату мира по футболу. Отделение ремонтируют, оснащают высокотехнологичным оборудованием. Врачи учат английский язык, чтобы оказывать помощь гостям чемпионата из разных стран. Как будут лечить во время Мундиали, узнала Марина Матвейшина. Команда врачей борется за здоровье пациента. Несколько человек работают слаженно, как исправный часовой механизм. Движения отработаны и точны. В помощь волшебным рукам хирургов высокотехнологичное оборудование. Операционные больницы Середавина оснащают в преддверии чемпионата мира по футболу. Учреждение будет главным по приему пациентов во время Мундиали. А потому уже сейчас больницу приводят в соответствие всем мировым стандартам и требованиям ФИФА. Ремонт отделений, оснащение высокотехнологичным оборудованием, создание условий комфортности и приватности. Мы ожидаем, конечно, в первую очередь подготовку спортсменов от спортивной травмы. Конечно, в эту очередь большего упора будет сделана подготовка травматологии и спортивной медицины. И, конечно, нельзя исключить пациентов с острым коронарным синдромом, потому что все равно это переживание, это стресс. Возможные нарушения, которые связаны будут с питанием. То есть фактически весь спектр, который связан с острыми состояниями. То есть мы, в общем-то, ничего не боимся, ожидаем принять все, что к нам придет. Из опыта проведения прошлых чемпионатов в больнице ожидают около тысячи обращений от спортсменов и гостей города. Официальным языком чемпионата мира является английский язык. Об этом предупреждены также и все приезжающие. Для адекватной подготовки, в том числе медицинских работников, нами разработана внутренняя программа обучения совместно с Медицинским университетом. Университетом специальной глоссарии для врачей, для среднего медицинского персонала. Диалоги. В настоящее время мы уже проводим обучение нашей команды. Жители Самарской области во время чемпионата не почувствуют недостатка внимания врачей. Будет разработана схема приема так, чтобы медицинскую помощь в полном объеме получили все пациенты. Марина Матвеевшина, События. 1 миллиард 600 миллионов рублей получит Самарская область из Федерального центра на строительство в новых жилых районах. Сколько объектов запланировано возвести на эти средства, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть укрепилась на отметке выше 55 долларов. За один баррель черного золота сегодня дают 55 долларов 50 центов. Валюта дешевеет. На 22 декабря Центробанк установил курс доллара на отметке 61 рубль 70 копеек. Евро 63 рубля 60 копеек. Золото стоит 2250 рублей. Серебро 31 рубль 79 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 62 рубля 86 копеек. Дороже всего продать за 59 рублей 74 копейки. Центральный банк России выпустит монеты, посвященные Чемпионату мира по футболу 2018 года. Серебряные номиналом 3 рубля. Золотые номиналом 50 рублей. Цена пачки сигарет в следующем году может составить 220 рублей. Виной всему очередное повышение акцизов на табачную продукцию. А Самарская область получит из федерального бюджета больше полутора миллиардов рублей на строительство девяти объектов в новых жилых микрорайонах города. Это больницы, школы, детские сады и дороги. На этом все. Удачи в делах. В этом году на дорогах Самары произошло 111 ДТП с участием общественного транспорта. В третьей из них виноваты водители маршрутных такси. Чтобы снизить аварийность, сотрудники ГИБДД еженедельно проверяют техническое состояние маршруток. Вместе с ними в рейд отправился и Андрей Горгуленко. Валентин Туламбасов за рулем давно и точно знает, чего требуют пассажиры и как следить за своим автомобилем. Автомобиль убирается каждую неделю на выходных, загоняется на мойку, промывается. И в среди недели, если эта погода, конечно, грязная, он обязательно тоже загоняется, обязательно тоже моется. У меня печка работает, у меня в этом плане обязательно, потому что автомобиль мой, личный, поэтому за техническим состоянием слежу я сам. Чистота салона маршруток и температура внутри, почищенные ступеньки – вот на что обращают внимание сотрудники Департамента общественной безопасности. Главная цель – проверить, комфортно ли пассажирам пользоваться маршрутным такси. Они должны все-таки относиться к транспорту надлежащим образом, чтобы люди ездили в комфортных условиях и чтобы не было нареканий. Поэтому я призываю и руководителей, и водителей, в первую очередь, чтобы они следили за чистотой салона транспорта. А дорожные инспекторы проверяют техническое состояние машин, чтобы горели все фары, чтобы оборудование было только заводское, не было лишнего тюнинга. Следят также и за внешним видом авто, госномера должны быть чистыми. В случае выявления неисправности и водители, и фирма-перевозчика ждет наказание. Водитель привлекается к административной ответственности, значит, за то или иное административное правонарушение, значит, водители опрашиваются. В случае выявления, значит, признаков административного правонарушения стран должностных лиц, то есть лиц, которые допустили транспортное средство с подобного рода нарушениями, значит, также будет проводиться административное расследование. Такие рейды в местах стоянки маршрутных такси инспекторы проводят регулярно. Один экипаж за рейд выявляет в среднем около 10 нарушений технического состояния маршруток. Но с каждым разом неисправностей становится все меньше. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов, События. Самарцы приложили руку к переустройству мира в начале 20 века. Об энергетике города в масштабах всей страны узнали слушатели Самарского лектория. Бесплатная лекция для всех желающих прошла в 25-й библиотеке. Самарцы узнали, как люди научились отапливать каменные дворцы и как согревались куйбышевцы во время войны. Примечательно, что лекция прошла перед днем зимнего солнцестояния. Впереди самая длинная ночь в году. Наступает астрономическая зима. На теплые лекции отогрелась Олеся Корецкая. История энергетики неотделима от истории Самары. Владимир Громов рассказывает слушателям лектория, какую роль город на Волге сыграл в мировой энергетике. Именно самарцы Владимир Ульянов-Ленин и Глеб Крыжжановский задумали в тяжелый в 1920-й год электрификацию России. И Ленин Крыжжановскому, то есть самарец самарцу поручил собрать всех инженеров дореволюционных. И разработать план переустройства России. По сути, на этот план смотрел весь мир, поэтому отчасти это был план переустройства мира. И это вот та крутая штука, которой самарцы могут гордиться. От костра до гидро- и электростанций. История Самарской ГРЭС – одной из старейших в стране, которая работает с 1900 года. Как энергетикам удавалось сохранять тепло и свет во время войны. Бесплатная лекция от городской администрации и Самарской газеты прошла в библиотеке номер 25. И неспроста именно в конце года. 22 декабря – день энергетика и самая длинная и холодная ночь в году. В зале многолюдное тепло. Ледяной ветер никого не остановил на пути к интересному. Так, лекции, ну, довольно часто посещаю разного рода. Литературные, технические и другие, другие. Ну, в плане коммуникации вообще важны, в плане информации, так сказать, ну, расширение какого-то круга знаний, в общем-то, по большому счету. Рассказ об энергетиках завершил цикл бесплатных лекций в этом году. Они возобновятся во второй половине января. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, События. Молодые да ранние. Более 4 тысяч журналистских материалов выпустили в этом году молодежные СМИ. Увеличивается число студенческих редакций, улучшается и содержание статей. Как поддерживают молодых и какие у них планы на будущее в нашем сюжете. 24 газеты. Молодежь ярко заявляет о себе в информационном поле Самары. Об этом говорят и громкие победы на всероссийских конкурсах, и сами молодые журналисты. Конкуренция стала сильнее, но от этого только интересней. Сейчас вот, пожалуйста, есть все перспективы для развития гранта и поддержки телеканала. Такого раньше не было. Сегодня молодежные редакции могут получить поддержку благодаря системе грантов, молодежному форуму Иволга, Всероссийскому фестивалю студенческих СМИ «Праим Тайм». Молодых журналистов призывают не вариться в собственном соку, а реагировать на социальные проблемы и темы, важные для целого города. Конечно, нам хочется более серьезного с вами взаимодействия. Мы понимаем, что молодежь – это будущее. Хочу назвать основные темы, которые будут важны в городской жизни в следующем году. Конечно, чемпионат мира – это наиболее яркая и наиболее емкая тема на следующий год, в рамках которой мы с вами все будем взаимодействовать. Еще одна не менее важная тема – это год экологии. Самые активные студенческие редакции получили благодарности от главы Самары и Департамента культуры, туризма и молодежной политики. Наш телеканал также отмечен за внимание к сфере молодежной политики. Личные грамоты за профессионализм получили корреспондент Валерия Макарова и ведущая программы «Точка.ру» Юлия Черняева. Марина Кравцова, Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События. В Самаре выбирали гордость Ленинского района. Премия учреждена в этом году. Лучших наградили в семи номинациях. Это «Женщина года», «Мужчина года», «Гордость и признание», «Надежда и опора». Кто получил почетное звание в числе первых, расскажет Лариса Шалафаст. Патриотическое воспитание молодежи активист района Юрий Хартуков считает своей главной миссией. Идею организовать передвижной музей об истории Великой Отечественной войны вынашивал несколько лет. При грантовой поддержке правительства области мечту удалось воплотить в жизнь. Десяток стендов, сотни редких фотографий рассказывают о подвиге куйбышевцев. Теперь Юрий Федорович – постоянный гость в школах, детских садах и на праздниках двора района. Что такое патриотизм? Это любовь к родине. А можно любить то, чего не знаешь? Вот мы и стараемся, чтобы прежде всего узнали об этом люди и прежде всего молодежь. А тогда они будут уважать прошлое и любить. Юрий Федорович в числе людей, которые награждены почетным знаком «Гордость района». Всего премия вручается в семи основных номинациях. «Женщина года», «Мужчина года», «Признание и уважение», «Надежда и опора». Особенно жюри премии отметила участников молодежного совета района. Они провели день донора, где собрали 18 литров крови. Они провели акцию «За здоровый образ жизни». Также они сейчас в рамках социального партнерства заливают каток на улице Моггвардейской, 211. И тем самым для жителей нашего района обеспечивают досуг. Все победители премии получили благодарственные письма и памятные статуэтки. Премия «Гордость района» проводится первый год. Организаторы обещают отмечать самых инициативных и активных жителей каждый год. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, События. Хоккейный клуб ЦСК ВВС купил двух нападающих и начал выигрывать в высшей лиге. Третья победа на выезде. Барнаульский Алтай повержен сухим счетом 5-0. Подробнее об этом матче и других успехах самарских атлетов расскажет Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Семен Макович выиграл кубок Сальникова по плаванию. Военные летчики включили форсаж и начали выигрывать в ВХЛ. Энергия сам ГТУ вернулась из Казани с победой в студенческой баскетбольной лиге. Баскетбольная энергия дважды победила команду Академии спорта из Казани в студенческой лиге. В первом матче успех самарскому политеху принесли трехочковые броски. 14 попаданий в корзину за игру. В итоге победа в 80-75. Звездой матча стал Дмитрий Дударевич, оформивший свой очередной дабл-дабл. 11 очков плюс 11 подборов. Продолжила побеждать энергии. И во второй встрече, опять же, благодаря капитану команды Дударевичу. Финальная сирена зафиксировала счет 82-70. И самарцы закрепились на 11-м месте с 16-ти. Лидер по-прежнему МГУ. Радуют успехами и самарские хоккеисты. ЦСКА ВВС продлили победную серию до четырех матчей в высшей лиге. К тому же у летчиков третий успех на выезде. На этот раз самарский клуб разгромил Алтай из Барнаула. Первую шайбу в воротах горцев болельщики увидели уже на третьей минуте первого периода. Даниил Гореев отличился. 2-0 сделал счет новичок армейцев Александр Степаненко. В середине встречи Гореев оформил дубль и увеличил отрыв до трех шайб. Разбирать игру Алтая на камешке продолжил Никита Глотов и Валерий Попович в третьем периоде. В итоге сухая победа 5-0 самарского клуба и восьмое место в лиге из десяти. На первой строчке турнирной таблицы – Мордовия. Фаворитами закончили спортивный день и мастера спорта международного класса Семен Макович и Александр Кудашов. Они успешно выступили на международном турнире по плаванию «Кубок Владимира Сальникова». Тольятти Несмакович выиграл дистанцию 200 метров комплексом с результатом 1 минута и 56 секунд, улучшив свое олимпийское время на 0,85 секунды. Самарец Александр Кудашов стал вторым на дистанции 200 метров беттерфляем. Его время – 1 минута 52 секунды. Отставание от победителя – 0,50 секунды. «Кубок» выиграл Александр Прибыток из Санкт-Петербурга. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!